Здравствуйте! В эфире программа «Вопросы веры» в студии Натальи Жаркова. Сегодня речь в нашей программе пойдет о первом зимнем православном празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник принадлежит к числу двенадесятых. На вопросы наших телезрителей и об этом празднике и его смысле отвечает председатель информационного отдела Пензенской епархии Иерей Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Благословение Божие да пребывает с вами! Батюшка, праздник введения во храм очень древний, основан на священном предании. Расскажите об этом. Он действительно известен еще с апостольских времен, и сохранилось много свидетельств о том, что праздник этот начал праздноваться очень и очень давно. Окончательное его празднование сложилось в IV веке, собственно, как и весь основной круг богослужения. И, собственно, праздник был посвящен очень знаменательному событию. Это то, что по иудейским понятиям совершилось совершенно невозможное. Напомним о том, что святая святых, доступ первосвященник имел только раз в год, где он произносил имя Божие. А тут, значит, первосвященник внес девочку, то есть даже не мужчину, в это место. И, естественно, это не могло быть без внушения Духа Святаго. И вот это удивительное событие, введение во храм, конечно, и там история перед этим, она тоже весьма такая очень и назидательная, и поучительная, и тоже чудесная. Ведь Мария родилась у своих родителей очень поздно, они долгое время были бесплодны. И когда они решили посвятить своего ребенка Богу, они тогда его и принесли в храм. И вот тут сопровождается это чудом, что говорит об особом избранничестве Божьей Матери. Говоря о Марии, вот как родители могли принять решение за ребенка? Вдруг бы ребенок вырос и не захотел бы служить Богу? Ну, здесь, конечно, сказывается появление на свет девочки. То есть оно было совсем необычно. Они вымолили через ту череду унижений, которые они прошли. Потому что в израильском народе бесчадие считалось очень страшным бесчестием и отвержением от Бога. И поэтому они сразу и просили Бога дать им ребенка, которого они посвятят ему. И мы с вами помним то обстоятельство, что они ведь ее не принуждали. Они просто поставили ее перед ступеньками, а дальше уже трехлетняя Богородица пошла по этим ступеням в храм совершенно произвольно. Поэтому это вот очень удивительно. Отец Алексей, а для каких целей воспитывались дети при храме? Все дети, которые, как правило, это были первенцы, посвящались Богу, они были помощниками священников в их служении. Это и выражалось в чтении Писания, если это были мальчики, в том числе были и пения. Кто-то помогал убираться при храме в тех дозволительных пределах, которые предписывал ветхозаветный иудейский закон. Здесь они несли различные совершенно послушания, это еще зависело от их происхождения. Но у Божьей Матери, надо сказать, что было происхождение царское, она происходила из царского рода, рода Давида. Поэтому, собственно, здесь это, я думаю, тоже сказывалось. Хотя и им самим, и родителями уже говорил, приходилось иногда терпеть очень сильные унижения. Ну, например, когда жертву приносило положенную, то есть в какие-то праздники Иаким, то его священник просто выгонял из храма, говоря, что он проклят Богом. Более того, и матери Богородицы тоже приходилось терпеть различные унижения, связанные с бесчастьем. Дело в том, что в иудейской религии бессмертие воспринималось как продолжение жизни в своих потомках. И для того, чтобы они могли царствовать вместе с Мессией в новом Царстве Божьем. И поэтому те, кто не имел детей, это означало, что их род пресекался, и они не имели продолжения. В некотором смысле это даже пребывание в Адис, сопоставимо с христианом, то есть отверженность от Бога. Можно сказать, что их положение было невыносимым. Но вот видите, как все повернулось. Люди, отверженные среди своих, они оказались особо ценными перед Богом. И это некоторые примеры нам, что когда мы встречаемся со своими скорбями, вполне возможно, что Господь нас готовит для чего-то более совершенного. А что символизировали собой 15 ступеней храма? 15 ступеней храма символизировали 15 молитв, которые были написаны еще царем Давидом. После переселения Вавилонского это путь восхождения к Богу. На каждой ступени было положено читать один псалом из 18-й кофизма. Их как раз там получается 15. И читая, человек как бы это символизировало ступенька совершенства, восхождения. То есть та лестница, которую видел Иаков в своем сне, тем более она имеет своим прообразом очень часто в православном аллегорическом толковании, именно Божья Матерь, которая была той лестницей, по которой Бог снизошел до людей, а люди поднимаются к Богу. Божья Матерь даже в младенческом возрасте смогла их преодолеть, для того, чтобы быть приуготовленной к тому, чтобы через нее воплотился спаситель мира Христос. Какова дальнейшая судьба родителей Пречистой Девы? Вот здесь предание умалчивает. Видно, что благочестивые люди до конца своей жизни, дальше уже никем не презираемые, смогли спокойно закончить свою старость, примирившись со своими близкими и с миром отойти ко Господу. Батюшка, а как выглядел Иерусалимский храм? Однозначно сказать, какой именно вид, от него осталась знаменитая стена плача, сказать тяжело. Конечно, в Библии есть строчки, посвященные, как создать этот храм. А вот внешний вид, это на самом деле удивительный принцип, скажем так, ближневосточного мышления. То, что это было удивительное архитектурное сооружение для своего времени, ни у кого не вызывает, собственно, сомнений. И оно было инкрустировано даже и золотом, особенно внутренней части. В качестве декора использовались там мотивы виноградной лозы и так далее. Вот отделка была из мрамора, в основном белого. Ну, собственно, белый – это цвет чистоты, цвет Бога. Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервемся на новостную рубрику «Седмица», сразу после которой продолжим нашу беседу. 19 декабря православные ищут память святителя Николая Чудотворца. Никола Зимний, как называют этот день по давней традиции, один из самых любимых русским народом праздников начала зимы. В пьезе Николаю Чудотворцу посвящено два приходских храма – в Ахунах и в Терновке. В Ахунской церкви владыка Вениамин совершил накануне вечером всеночное бдение. В Терновском храме прошла праздничная архиерейская литургия. Мы все, Ваша пасла, видим Вашу особенную любовь и доверие к нам, недостойно. И от этого наши сердца исполняются особенные сыновные благодарности. Спасибо большое Вам, владыка святого. Для владыки Вениамина Николай Чудотворец – особо чтимый святой. Два десятилетия жизни посвятил он восстановлению Николу Грешского монастыря под Москвой. В всем мире знают имя святителя Николая. И каком бы вероисповедании люди не принадлежали, они в трудную минуту обращаются к этому годнику, просят его поддержки, помощи и заступления. И он дает, не обращаясь, всем, кто к нему притекает, кто просит, поддерживает их, помогает им, особенно помогает нам, русским людям. В Пензенском микрорайоне ГПЗ теперь есть своя церковь. Строительные и отделочные работы практически завершены. Накануне первой службы чин освящения колоколов совершил протеерей Сергий Лоскутов. Этот храм, конечно, появился в нашем отдаленном микрорайоне, который многие из нас пензенцев. Былые времена даже не знали, но сейчас здесь ведется активная стройка. И для того, чтобы каждый православный христианин мог прийти, помолиться Господу Богу, всегда наполнить свою душу, направить все свои деяния к Богу, к вечности, здесь был построен этот храм. Первую литургию в храме Дмитрия Донского на улице Антонова в день памяти великомученицы Варвары возглавил митрополит Вениамин. С сегодняшнего дня, в воскресные и праздничные дни, в сервишные бдения и литургии, совершаться неукоснительно. После Рождества, скорее всего, будет 4 дня. Служба совершаться с четверга и в воскресный день, выключительно. А с поста великого ежедневным утром-вечером. Храм Дмитрия Донского был заложен в августе 2011 года. Непосредственно стройка велась с прошлой зимы. Церковь стала очередным храмом шаговой доступности областного центра. Со временем здесь планируется построить более вместительный каменный собор. За внимание к нуждам православных жителей микрорайона настоятель поблагодарил владыку Вениамина. Буквально год назад, чуть больше года, здесь вы освещали место под храм. И вот сегодня по вашим святырским молитвам этот храм удалось отстроить. И еще много здесь работ предстоит сделать. 13 декабря верующие вспоминали Андрея Первозванного. Престольный праздник в этот день встретили прихожане молитвенного дома, что находится в поселке Ленинский лесхоз. В этом году праздник юбилейный. Службы в здании бывшей столовой начались 10 лет назад. Мы пришли сюда с душой помолиться и попросить у Господа Бога все, что в душе у нас плохо накоплено, за детей своих. Сегодня у него особая молитва, но престолу Господа сегодня просит о всех нас, о живом здравии, усопшем упокоении. И поэтому в этот праздник невозможно не прийти в храм. Апостола Андрея спаситель призвал первым из учеников. С петровских времен он считается также покровителем российского флота. Он прослал с тем, что когда он с проповедями шел и дошел до города Днепра, и сказал, что здесь будет очень много церквей, и вот так как сейчас там город Киев. 125 лет со дня кончины одно из самых выдающихся пензячек исполнилось 19 декабря. Память великой благотворительницы Марии Киселевой, благодаря которой в Пенинской губернии и за ее пределами появилось несколько монастырей, храмов, больниц, почтили открытием мемориальной доски. Киселевская богодельня, ставшая позже больницей Ким, монастыри в Пайгарме и Макшане, Воскресенская церковь на улице Урицкого в Пензе, храмы в Спасо-Преворожанском монастыре, в родовом имени под Кондолем, в Палестине, это только самое известное из замечательных дел Марии Киселевой. Символично, что теперь в ее доме учебное заведение. Ведь нам есть чему поучиться у Марии Михайловны. Учиться смыслу жизни. Смысл жизни в том, чтобы посвящать себя, все таланты, которые тебе даны природой, родителями, богом, класть их на алтарь служения другим людям. Автор мемориальной доски – пензенский скульптор Валерий Кузнецов. Его творение уже называют выдающимся произведением искусства. Из всех, которые я только видел в Пензе и Пензенской области, эта работа Валера Кузнецова – самая лучшая. И должен сказать, что над ней работал он очень долго. И даже вложил в нее сам свои деньги и большие деньги. Вот. И я думаю, мы должны ему сказать большое спасибо. Одна из крупнейших российских благотворительниц позапрошлого века жила удивительно скромно. Все свои благие дела объясняла завещанием покойного мужа. И в этом еще один урок потомка. Мы сегодня рассеянно живем и не знаем часто, где бывает такой вот, куда приложить свои силы, куда вложить свои средства. То этот человек конкретно понимал, что есть Бог и есть человек. Поэтому она служила и Богу, и людям. Несколько лет назад останки Марии Киселевой и ее супруга обрели на месте полностью разрушенной испасопреороженской обители. Сейчас для них строят новую усыпальницу. Не исключено, что через несколько лет праведную Марию могут причислить к лику святых. Напоминаю, что вы смотрите программу «Вопросы веры». Говорим мы сегодня о православном празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Отвечает на вопросы в студии председатель информационного отдела Пензенской епархии иерей Алексей Рой. Отец Алексей, а что символизировало введение Захарии Девы во святая святых? Ну, оно символизировалось... Вот в то время, я думаю, даже сам Захарий не понимал, что происходит. Собственно, рушились как бы все законы. И мы в канон на праздник, конечно, читаем, что он внес большую святыню, на самом деле, чем святая святых, та отдельная комната, которая была посвящена Богу. Потому что он вносил ту, которая вмещала в себя совершенно невместимой. Того, кто создал все галактики. Собственно, нас благословлял царя Давида на его труды, царя Соломона, в конце концов, на создание этого храма. И так далее. И поэтому это могло быть только под внушением Духа Святаго. Но, собственно, вот это вхождение в святая святых, мне кажется, здесь Господь показывает некую преемственность. Вот Нового Завета и Ветхого, их даже антологическую связь. В чем это заключается? В том, что именно признается, во-первых, святость самого храма, раз туда вносится Божья Матерь, от которой, собственно, и родился Христос. И вот это место, его святость не ставится под сомнение, потому что были такие гностические секты, которые говорили, что Новый Завет – это откровение Бога, а весь Ветхий Завет – это больше порождение, скажем, злого начала. Более того, и исторические свидетельства, может, даже чересчур жестокие, как раз вроде бы и свидетельства о его злом происхождении. Но здесь вот как раз вот такие факты, они как бы перечеркивают такое понимание. Ну и, соответственно, вот то, что Господь даже в своей речи очень часто ссылался на Ветхий Завет, то, что Он исполнял все предписания Ветхого Завета, это тоже говорит о том, что неспроста перед этим вот Божья Матерь была в этой атмосфере храма, и, собственно, вот это ее посвящение Богу, оно было даже наивысшим среди вообще людей всех. А чем ангел питал отраковицу Марию в алтаре храма? Разве в раю есть материальная пища? Если вспомнить, в принципе, манну называли ангельским хлебом, вот, и то, что Мария имела доступ, святая святых, но это не значит, что она оттуда совсем не выходила. То есть по каким-то своим естественным потребностям, это естественно, она выходила, и прием пищи, может быть, осуществлялся совершенно свободным, то есть для обычных людей, способом. Вот, и, ну, то, что ангелы являлись в то время, даже воспитывая, потому что она постигала Писание, и это постижение было не только естественным способом, кое-что было ей открыто, и до того, иначе просто бы она не смогла взять вот ту миссию, на которую возложил на нее Бог. Нужно было готовиться, вот духовную пищу, я думаю, как раз ангелы приносили. Сколько лет воспитывалась дева при храме, и что было потом? До своего совершеннолетия потом было, собственно, решение, что с ней поступить, и тут учитывалось ее желание остаться преснодевой. Для этого ей нашли совершенно пожилого человека, Иосифа Обручника, который, собственно, и взялся это девство сохранить. Дело в том, что по иудейскому закону невозможно было не выдавать девицу замуж, как это уже было в христианской традиции, когда человек себя полностью посвящал Богу. И поэтому она, собственно, вышла за него замуж, вполне возможно для того, чтобы даже потом остаться вдовой, и уже как вдовом полагалось даже некое содержание при храме, как вот это случилось с пророчицей Анной, дочерью Фануйлевой, и дальше уже целиком жить богоугодной жизнью. Ну вот здесь Господь распорядился, видимо, иначе, и там мы с вами знаем, что была история, когда Иосиф Обручник, узнав, что она уже беременна, хотел ее отпустить, поняв, что свою миссию он не мог выполнить, но будучи человеком праведным, он хотел пожалеть девушку и отпустить тайну ее. И вот тогда ему было явление ангела, который, собственно, объяснил, что происходит. И здесь без сверхъестественного вмешательства невозможно, потому что рациональные доводы, вы сами понимаете, что сейчас скажут биологи, вот наши генетики, о невозможности того, что произошло. А произошло действительно чудо, совершенно невозможно, то, что нарушает абсолютно все естественные законы. Во-первых, воплощение Бога, сотворившего небо и землю, и, во-вторых, вот таким сверхъестественным, чудесным образом. А почему данный Марии обет преснодевства удивил старцев? Ну, потому что, собственно, это было противно даже вот самим учениям иудеев о их представлении, о, скажем так, доле, как они говорили, в будущем веке. То есть нужно было потомство для того, чтобы через него те потомки, которые входили в это царство, вот партия Саддукеев, она же отрицала самовозможность бессмертного существования души, ангелов и так далее. И поэтому они считали, что они будут жить в своих потомках. И тем более странным было для них вот такое решение. А именно при храме эта партия была самым многочисленным. То есть Саддукеи в основном это те, кто происходил из священнического рода, вот пришли к таким выводам. И, соответственно, вот это желание молодой и по всему видно благочестивой, по тем временам даже праведной девицы, это очень удивил старцев, но, тем не менее, они ее решение уважали. И, видимо, сказывалось тут, во-первых, в заступничество Божие, а в том числе и через первосвященника Захария. И последний вопрос на сегодня. Какие благочестивые мысли должен приводить себе на ум православный христианин в этот праздник? Сейчас есть такой стереотип о том, что, скажем так, вот церковление детей – это весьма такой тяжелый, трудный процесс. Они должны почитать, как это происходило у Божьей Матери, и не бояться приводить детей из своих храм. И я думаю, что это как раз очень семейный праздник, вот, и даже предполагает на введение уже в наши храмы детей, и это будет очень глубоко и символично. То есть через наших детей те люди, которые впоследствии действительно будут за нас молиться. Поэтому я думаю, что вот нужно будет задуматься православным родителям о том, чтобы не только благочестиво встретить этот праздник, возможно, с причастием, но прежде всего принести туда детей, чтобы покров Божьей Матери всегда пребывал с ними. Батюшка, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам. Спасибо вам, Наталья, за очень интересные вопросы. Дай Бог вам здоровья и всем телезрителям, которые вот потерпели мое присутствие. Дай Бог всем здоровья. Уважаемые телезрители, пишите нам на наш электронный адрес. Вопросывера.тв.собакамайл.ру До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»